Итак, переходим ко второму. Второй проект называется «Веб-паспорт», и я приглашаю его представителей сюда. И давайте поддержим. Говорят, перед публичным выступлением часто вырабатывалось столько же адреналина, сколько перед смертью. Полотай секунд. Окей. Добрый день, дорогие коллеги. Я представляю проект «Веб-паспорт». Это не совсем стартап, он примерно с лета будет уже запущен как сервис. Прежде чем начать выступление, я бы хотел коротко поинтересоваться, у кого из вас есть Twitter? Да, у кого из вас есть ЖЖ? Уже меньше. Я думаю, что скоро вопрос, если у вас Twitter, будет примерно таким же вопросом, как если у вас сейчас мобильный телефон. Количество социальных сервисов растет, их количество увеличивается и, соответственно, создается проблема. Существует огромное количество социальных сервисов. То есть у человека средний есть Twitter, ЖЖ, контакт, он обычно еще сидит на ЛастФМ, пользуется социальными сетями по соседству, одноклассники, имеет свой логин на F5, если кто-то интересуется блогом и так далее. Количество социальных сетей уже привычно. Я провел опрос, в среднем у пользователя имеется шесть социальных сетей. Контактировать со всеми ими и передавать их одновременно очень сложно, потому что в социальных сервисах мы можем поставить ссылку только на один ресурс. Итак, решение. Веб-паспорт. Вы создаете свой аккаунт. Прописываете все свои сервисы, в том числе телефоны, имейлы и так далее. Потом даете эту ссылку, короткую ссылку для Twitter или это будет под домен. Вы даете своим друзьям, оставляете ВКонтакте, в Twitter и они могут контактировать с вами во всех социальных сетях. Да, но может быть многие из вас видели при регистрации сюда эту форму. Напишите, пожалуйста, в список ваших аккаунтов в других социальных сетях. Вам не кажется, что это должно уже отмереть? В трех фразах сформулировать суть проекта. Буквально в трех фразах. Публикуй, интегрируй, общайся. Сделали паспорт, маленькую форму вставили в ЖЖ, куда угодно. Публикуй, интегрируй, общайся. Как показывает статистика, большинство своих связей человек нарабатывает до 24 лет. И спасибо за... Там даже овертайм был. Тяжелые условия работы, презентации, потому что не работает аппаратура порой. Но хочется дать общую рекомендацию всем, кто будет выступать. Старайтесь кратко донести основную мысль вашего проекта, основную концепцию и основную идею. Потому что у вас есть всего две минуты. За этот срок вам нужно зацепить людей так, чтобы они вам поверили, чтобы они обратили внимание на ваш проект. Потому что зачастую на глаза попадается очень много проектов. И очень многие из них даже не оцепляют, не трогают. Поэтому чуть поработать над презентацией. А кому понравилось? А, и голосуем, естественно. Кто понравилось? Кому понравилось, кто понял? Кто понял или понял, кто понял? Давайте, кому понравилось. Отлично, запечатлили. Ни один голос не уйдет.